Два года назад в Успенском районе свои двери открыла детская музыкальная школа. Сколько учеников занимается там сегодня и каких успехов они добились? Подробности в нашем следующем сюжете. Отличница-пятиклассница Таисия Кудич старательно выводит на баяне заданную мелодию. В этом кружке школьница занимается второй год, но этим инструментом она не ограничивается. Я люблю играть в народные произведения, веселые польки, вальс. Люблю плестись в бисера, колечки, браслеты, фигурки. Также я занимаюсь на гитаре. Успенская детская музыкальная школа создана на базе детского эстетического центра «Балдерган». В учебном заведении шесть кабинетов для разных кружков. По словам директора школы Валентины Абаровой, этого в принципе пока хватает, хотя не отказались бы и от собственного здания. Мы пользуемся тем, что есть «Балдерган», есть и «Домбры», есть «Фортепиано». Еще у нас жители села Успенка подарили нам три инструмента «Фортепиано», которыми мы пользуемся. Детской музыкальной школе в Успенке не было 20 лет, и открывшая свои двери два года назад, сейчас она стала культурным центром притяжения. Сегодня здесь классы «Фортепиано», «Баяна», «Домбры», «Гитары». В них бесплатно обучается 90 детей. У нас есть дети, которые уже получили заслуженные награды, которые участвовали в конкурсах межрегиональных, международных и областных, и получили грамоты и медали. Эти учащиеся занимаются на инструментах на разных, это и баян, это и фортепиано, это «Домбра», и занимаются с удовольствием, получают такие награды. Учебному заведению помогают преподаватели Полодарского музыкального колледжа, которые приезжают сюда еженедельно. Ну и в самой школе есть 12 преподавателей, в том числе два молодых специалиста. Одна из самых опытных в этой школе – Лилия Леонтьева. Начинала работать еще в 1982 году, и как только пришло время возрождения, вернулась сюда. Сейчас в ее классе фортепиано 11 учеников, а также 6 групп с альфеджио и хор. Да, есть у нас дети, которым очень нравится, и они показывают уже свои достижения. Ну, в общем, я ими тоже довольна. Они хорошо выполняют, и я ими довольна. У нас есть инстаграм нашей детской музыкальной школы, где мы выставляем лучшие выступления наших учащихся. Лучшей наградой для учеников детской музыкальной школы стало посещение в Павлодаре концерта Оркестра казахских народных инструментов, а также подарок в честь 30-летней независимости – 14 домбр, изготовленных казахстанскими мастерами. Мурат Вилмашид, Самал Каликазы, Аман Баймбет и Этисакбарат из Успенского района.